Компактный смартфон с приятным дизайном, хорошим железом, в которое входит процессор Mediatek Helio G99, за эти деньги это нормально, оперативная память LPDDR4, система на базе андроида 12-й версии, также смартфон имеет IPS-экран на 5,5 дюймов, это значит никакого шима, разблокировку по отпечатку пальца, основной сенсор от Sony, съемку в 2К разрешении, GPS-навигационную с точностью в 1 метр, два режима работы, студенческий и стандартный, удобное приложение, CineGuard для удаленного доступа к устройству с другого смартфона, и это только малая часть того, что из себя представляет смартфон под названием Cine3 Pro, но как же на самом деле дела обстоят у данного смарта, я сейчас вам расскажу, полетели. Распаковка, поставляется смартфон в бирюзовой коробке с краткими характеристиками, пакинг конечно удивил, так как в комплекте нет блока питания, но кабель питания есть, как и инструкция с ключом для извлечения слота под одну наносим-карту. На смартфоне наклеена защитная пленка с плохой олеофобкой, а также есть обыкновенный силиконовый чехол. Весит смартфон 138 граммов, а его габариты составляют 137 на 68 на 8,1 миллиметра. Летим дальше. Розыгрыши моря, читаем описания, какие сейчас актуальны, постоянно это 5 Mi Band 7 серии, разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Подписывайтесь с колоколом, не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал, там много всего полезного. Полетели. Смартфон Xiaomi QN3 Pro можно приобрести в черной, розовой и белой расцветке. Дизайн смартфона обыкновенный, как и форм-фактор, что как по мне не является плюсом, но плюс за прямые грани. Громадный подбородок в наличии, как и большие рамки с щелкой. Щелка вообще странно выглядит, так как кроме камеры в ней вообще ничего не находится. Рама выполнена из пластмассы, как и тыльная часть, во всяком случае ощущается как пластик, но может быть и стекло. Лежит смартфон в руке хорошо, так как он легкий, качество материалов неплохое, как и сборка. На корпусе расположили кнопку питания, качели регулировки громкости, разъем для зарядки USB Type-C, микрофоны и динамики. Звучание здесь моно, ко всему по качеству даже не среднее. Вибромотор топорненький, но он есть. Предостановок звучания нет, как и нет возможности настроить вибрацию. Также на корпусе можно заметить и капорт, но вот миниджека нет. Далее оснащен смартфон IPS экраном на 5,5 дюймов с разрешением 1496 на 720 пикселей. Плотность пикселей 293 ppi, яркость 374 люкса. При прямом попадании света на экран яркости не хватает, но пользоваться в солнечный день в целом можно, но не комфортно. Автояркость отрабатывает хорошо, частота обновления экрана стандартная 60 герц, мультитач на борту и экран спокойно откликается на 10 касаний одновременно. Далее, разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в кнопку блокировки, и стандартными способами разблокировки. Сканер отпечатков пальцев работает медленно, но довольно корректно. Завести можно до 5 отпечатков пальцев, но при этом можно завести несколько раз один и тот же отпечаток. Летим дальше. Процессор Mediatek Helio G99. Техпроцессор 6 на миллиметров, 8 ядер и максимальная частота 2,2 гигагерца. Графический процессор RM Mali-G57MC2. Интерфейс на базе андроида 12 версии. Странно, что не 13, правда? Google сервисы не установить, а вот приложения различные формата АПК устанавливаются, но не все. К слову, есть еще и из Google версии смартфоны, но я приобрел в тот момент, когда их не продавали. Система работает относительно хорошо, интерфейс доступен только на китайском или английском языке, обновление прилетело, но устанавливаться не желает. Но хоть система и работает не особо медленно, но лагов и тормозов более чем хватает. К примеру, Wi-Fi у меня отваливается, или на моменте установки приложения оно вовсе перестает отвечать на касания. Грубо говоря, сюрпризов более чем достаточно. Оперативная память LPDDR4 на 6 гигабайт, внутренняя память по неофициальным данным UFS 2.2 на 128 гигабайт. Есть поддержка Wi-Fi 5 серии, поддержка 4G сетей и ниже. Для 4G на борту 7-й Бен, вот 20-го нет. Есть поддержка VO-LTE, но VO-Wi-Fi не включается. Проблемы с программным обеспечением. Запись разговора без уведомления собеседника о начале записи на борту. Связь смартфон ловит хорошо. Датчик приближения отрабатывает не лучшим образом, правда. Bluetooth версии 5.2, NFC модуля нет. GPS навигация на борту, точность 1-2 метра. Емкость аккумулятора 3100 мАч. При просмотре видео с подключенным Wi-Fi в среднем уходит 9-10% заряда в час. Сутки он у меня живет, что уже неплохо. Заряжается от 0 до 100 ки 18-ваттным зарядником в среднем за 2 часа. Играть на смартфоне некомфортно, ну во всяком случае в тяжелые игры, так как производительности мало. Но в целом в легкие игры часик-другой поиграть можно. Из интересного отмечу приложение Queen Guard для удаленной работы с другого смартфона. Данный смартфон позиционируется как устройство для подростков или устройство, которое помогает снизить время, проведенное со смартфоном. Есть два режима использования, это стандартный и студенческий. Исходя из этого, можно просматривать местоположение смартфона, блокировать его, устанавливать время для использования того или иного приложения. К примеру, 30 минут на игры, час на просмотры видео и так далее. В то же время родительский контроль можно установить на любой другой смартфон. Перейдем же к тестам. Троттлинг тест проходит неплохо. 168 гипсов минимально, 204 максимально, а в среднем 195 гипсов на 100 потоков при 30 минутах. В Antutu выдает результат в 391 тысячу попугаев, сторож тест показывает 39 972 балла. Далее, основной тыльный сенсор от Sony на 8 мегапикселей, след вспышкой и фронтальный на 5 мегапикселей. У фронтального сенсора 1080p 30 фпс. Качество видеосъемки, конечно, далеко от идеала, но в целом что-то подснять да можно. Фото в основном получаются смазанные. В любом случае, короткие примеры вы сейчас увидите. Вот так вот нужно будет снимать еду на ультрадешевый смартфон. Ночное видео, разумеется, не видно ничего, но что-то можно, наверное, разглядеть. Опять же, можно делать фотографии параллельно, можно ставить на паузу. Ну, это мыглится прям, прям совсем мыглится. Если говорить о съемке, допустим, объектов, при недостаточном освещении, вот, можете наблюдать, что может данный смартфон. Что-то может. И, разумеется, вы понимаете, что данный смартфон даже на фронталку не может как-то супертопово снимать. Но как-то вы себя снимать сможете. Примерно так в практически идеальных условиях. Ну, и, разумеется, для того, чтобы снять какие-то виды по минимуму, ну, наверное, его хватит. Плюс вы можете, разумеется, делать фотографии параллельно и ставить все это дело на паузу. 4, хотелось сказать, 4К, 60 кпс. Нет, не 4К и не 60 кпс. Но вот так выглядит крокодиловая ферма в устройстве эконом-класса по съемке. И, это уже было в ролике. Вот это, конечно, не смешно. И, пример слонов. Немного. Можно покупать здесь отдельно бананы. Вот такие они большие. Немного типов, которых я уже кормил. Надеемся, что он не съест ничего. Минусы можно перечислять долго, но главный минус – это цена. Дорого. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи, мой личный телеграм-канал. Всем огромное спасибо за просмотр этого ролика. Не забудьте поставить колокольчик и лайк, и написать в комментах, чтобы вы еще хотели увидеть на обзоре. Резюмирую. Смартфон Queen 3 Pro, как по мне, вовсе не стоит своих денег. Так как контроль над смартфоном можно реализовать на любом другом смартфоне с помощью стороннего софта, что касается этой модели, то смартфон получается не столь компактный, как прошлое. Я, скорее всего, куплю еще Queen 3 Ultra с Google сервисами. Напишите, интересно ли вам, и буду еще его обозревать. Проблем в использовании Queen 3 Pro море от меня девайсу однозначные нет. Еще раз спасибо за просмотр. Добра и удачи вам, дорогие друзья. Субтитры сделал DimaTorzok